Внук Деда Мороза и Снегурочки. Обычно именно так представляется всем наш сегодняшний гость, фокусник Роман Лутошкин. Роман долгое время жил в Новосибирске и учился в техническом университете, но после уехал в Петербург и выбрал для себя иную профессию. Стал фокусником и иллюзионистом. Вот вы знаете, не так давно мы отметили День науки и пригласили в гости, знаешь кого? Не профессора, даже вот никакого не ученого, а внука... А внешне профессора? Профессор, практически. А внука Деда Мороза. А еще я знаю, что Роман Лутошкин, так зовут нашего гостя, фокусник и иллюзионист. Точно, абсолютно точно. Вот подождите, давайте сначала начнем с легенды про Деда Мороза и Снегурочку. Вы реальный вот внук? Да, я реальный внук. Я был в Великом Устюге у моего дедушки. Мы проводили там фестиваль микромагии среди фокусников. Я был в жюри, то есть... Он сказал, внук, у тебя же родинка танкнул меня, посмотри. Он сказал, внучок, внучок обнял меня. У меня даже есть это видео. Микромагия это банкет, я так понимаю. Нет, микромагия это фокусы с мелкими предметами. Ну, такими как карты, монеты, ложки, там, деньги и так далее. А есть сценическая магия, когда на сцене с большими предметами там пилят женщины, еще что-то. А вы умеете пилить женщину? Конечно. Я буквально, в основном, женщины пилят, да? Буквально сегодня мы пилили не женщину, а девочку. Маленькую дедушину? Семи лет, да, да, практически. Жива осталась, наверное, все. И она, да, потом склеили, она левитировала у нас еще по планетарию. Ну, то есть все хорошо прошло, все идеально. В общем, наука. Пилили еще лазером, причем ее. Не просто пилой, вот как обычно, а лазером. Не, не, но дети, на самом деле, были довольны, они были, там, у нас перья, шлаг был, приставные стулья ставили, и люди стояли, аплодировали, там, браво, бис и так далее. Ну, действительно, понравилось было хорошо. Роман, сколько у вас вообще в вашей программе фокусный номеров? Если посчитать вообще прям миллион, сколько, миллиард? Ну, не миллион, их много, во-первых, но основной блок, там, идет у меня где-то минут сорок час, ну, таких фокусов, с которыми я выступаю. Фокусы есть, как я уже сказал, разные, есть микромагия, есть сценическая магия, смотря, что требуется. Выступать я могу, там, и три часа для ста человек, ну, то есть очень много всего. Ну, нас не сто, нас двое, тут еще пара тысячи людей. Да, и у меня, по-моему, телефон пропал, я как-то говорю, микромагия, это или как называется? А вот тебе вместо телефона ложка. Я знаю, что есть какой-то потрясающий фокус с ложкой, вы можете ее погнуть, правда? Погнуть ложку взглядом я могу при помощи 15 способов. Вот, допустим, у меня есть такая маленькая чайная ложка, в ней металла меньше, поэтому происходит все быстрее. Я посылаю энергию в центр ложки, и, видите, она начинает гнуться. Вот она, вот согнулась, можете проверить. Так, а теперь силой взгляда как-нибудь выпрямить. Ну, а попробуйте выпрямить, попробуйте двумя руками хотя бы. Давай, давай вместе у нас с тобой. Двумя руками. Давай, двойная вот. Не, мы сначала силой взгляда. Давай. Ну вот, практически. Практически. Не, ну, ложка реально, да? Не, ложка реально, абсолютно. Давайте я вам сделаю эксклюзив сегодня и раскрою секрет этого фокуса. Впервые вообще на телевидении, никто никогда этого не видел, сейчас мы расскажем. Ты не говоришь, что Деда Мороза нет? Нет, 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 Деда Мороза есть. Просто наши зрители сейчас могут реально научиться гнуть ложку взглядом. Только вы никому не рассказываете. Никому не рассказываете, да. Для этого нужно взять две ложки, от одной ложки отломать черенок, а вторую вот так загнуть. Так. Берете пальчиками, приставляете череночек. Ах, вот в чем дело. И кажется, что ложка. Главное, чтобы сквозь пальцы не было видно ложку. И самое главное в фокусах делать умное лицо. Как будто у вас два лазерных луча. На телевидении так же. Да, у вас так же самая работа. И вы посылаете, и пошел процесс, пошел, 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 пошел. Пошел, вот оно, оп. Ну тут аккуратненько зажимаете. Да, да, спасибо большое. Все, внимание на ложки и прячете. Слушайте, а сколько раз у вас все отварилось, прежде чем вы научились реально гнуть ее? Ну, любой фокус, это такой нюанс фокусника, нужно его отработать. При этом будут ошибки, и люди будут замечать, ну, какие-то ошибки. Через это нужно пройти. То есть там, ну, стандартно я себе ставлю такую планку, сто раз показать фокус чужим людям. Фокус можно показать один раз одному человеку. Он либо пройдет, либо не пройдет. И вот только после сотого, сто первого раза, ты уже будешь уверенным фокусником, что у тебя все получится. Ром, а сколько раз у вас такие казусы случались? Случались ли вообще, когда, например, вы уходите на публику, показываете фокус, и бац, вот не получается? Конечно, это получается, на самом деле, постоянно. Просто философски подходить к этому. Это случается у всех фокусников. Молодые фокусники это боятся этого. А как и у вас на телевидении, да, всякое случается. Главное, сильно не забивать тебе эту голову, идти дальше. И плюс, у меня даже специальный фокус есть в конце моей программы, где я якобы ошибаюсь, а потом нахожусь элегантно так. Мне интересно, как лом согнуть теперь, я думаю. Силой мысли, да. Силой мысли, лом. Ну вот, нужно, главное, смотреть на лом. Видишь, он чуть-чуть вот, чуть-чуть изгибается, совсем чуть-чуть, требует очень много энергии. Но там я еще... Подождите, так она же была прямая недавно. Она была прямая? Ну вот видите, мы ее очевидно согнули взглядом. Как вы это сделали? Это магия, годы тренировок. Такого членка дополнительного уже нет. Нет, ну давайте я вам один секрет раскрою, всего лишь один. Давайте еще раз, ну-ка. Еще раз? Да. То есть вы меня прям... Нет, нет, подождите, давай, ну раскройте. Алина, смотри. Подарок. Ну подождите, ну нет, ну неправда, ну как же так вот это-то случилось. В общем, давайте мы сейчас прервемся на новости, я пока подумаю, как это можно разогнуть все, а потом мы вернемся к нашему взгляду. Сейчас подождите, ну как-то же это же делается же. Сделать снегопад из салфеток, показать левитацию, поджечь визитку – все это умеет делать наш сегодняшний гость, иллюзионист Роман Лутошкин. В наш город Роман приехал с доброй миссией. В честь Дня науки он выступил перед ребятишками из детского дома. И, конечно, не смог не посетить студию самого яркого, веселого новосибирского телеканала. Так, ну и чё? Не ну и чё, перед тобой вообще-то фокусник, ведьмак, ведьмок когда-то. В общем так, смотри, я сейчас просто разорву эту ложку. Да ну что ты, ты обманываешь меня сейчас опять. Волшебное слово. Сказала бы я, наверное, могу. Ахалай-махалай. Опа-на. Молодец. И обратно. Тут надо ещё готовиться. Вот так вот. Сразу видно, что школа нашего сегодняшнего гостя Романа Лутошкина, который нам раскрывает секреты своих фокусных дел. Что-то ещё можем показать? Легко, да. Ну, фокус левитации на самом деле. Левитация? То есть, как-то карта будет летать. Мы заставим карту, да, летать. Ну как? Так, мы берём. Ох, она вот не летает. Получится. О-о-о. Надо. Вот террас. А потому что пятёрка черви, скорее всего. Только определённые карты у нас. В общем, у меня по ложкам такая же история. Ты опять уже. Смотри. Оп. Ну, немного, но пролетело. Ты видишь, не ведьмак, а ведьмок мы с тобой решили. Ведьмок, ведьмок. А, кстати, да, вы сказали, что сколько способов сгибания ложек у нас есть? 15 способов, да, сгибания ложек? Ну, 15, да. Есть способ, раз мы говорим про науку. А, с памятью металла. Эта ложка стоит 15 тысяч рублей, она уже согнута, но когда её разгибаешь, замораживаешь, она прямая. Когда тепла рук ты держишь, металл начинает сгибаться. Не, мы лучше старым способом. Чё, нам 15 рублей жалко, как-то, тысяч рублей жалковато. Что касается левитации, ещё что-то покажешь? Ну, телекинез это называется, когда двигают предметы на расстоянии. Сейчас я попробую это сделать, не знаю, насколько у меня это получится. Нужно посылать энергию. Ложку нужно держать, видимо, в кадре. Ой, слушайте, пошла. Тяжело, но пошла. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте, помогайте мне, посылайте энергию. Давай, тоже вот это, ахалай-махалай. Ахалай-махалай. Ой, пошла. Понимаете, что? Это от меня, кстати. Это от тебя, флюиды? Ты видишь, всё, ложку вонили. Мне кажется, что ложечных дел мастер Артём Находкин и Роман Лутошкин. Вы мне должны уже быть работой, мне кажется, в пары. Так что да, корпоративы пополам, да. Ну, ради бога. Слушайте, а вот давайте с ним проведём. С ним проведём. Но, если бы он подошёл ко мне по правую руку, я бы, конечно, с удовольствием смог сделать. Да, это вообще не вопрос. Бескни давай, подойди, как к правой руке мастера. Я, опять же, у нас сегодня была Академия Волшебников, сейчас мы будем делать Академию Волшебников. Твоя задача повторять всё за мной. Вот у тебя есть шарик, обычный спонжик, возьми его. Смотри, ты помнишь, где у тебя левая ручка? Вот она, скорее всего. Вот тебе нужно в левую ручку спонжик вот так положить. Давай, Артем, я тебя левую. Всё просто правую вот так пальчик оттоприть. Клади. И считаем до трёх, а никто не подсказывает. Никто не подсказывает. До трёх вместе со мной. Раз, два, три. Видишь, у меня шарик исчез. А у меня? У тебя должен исчезнуть тоже. Ну что ты, ты вот не повторял за мной. Ты вот не тот делал, понимаешь? Смотри, как ты думаешь, куда он делся? Рукав, пиджак, шарик. Смотри, смотри. Как надо представить? Смотри, смотри, смотри. Сейчас сосредоточься до трёх, считаю. Раз, два. Видишь, магия какая. Я думаю, зрители сейчас... Давай ещё раз покажем зрителям, как это происходит. Они в карман у меня делись. Ну какие предположения? Куда делся? Предположение? Да. Реальное. Бери шарик ещё один. Нет предположения. Сейчас, сейчас попробую. Попробую. Зажимаем. Да. Нет, ну подожди, зажимаем, пальчик оттопыриваем и считаем, что это за мной. Раз, два, три. Да что ты будешь делать? Ну молодец. Молодец. Конечно, я выбрасывал за спину. Это все фокусы на 95% это умение управлять вниманием. Да вы тут смотрите. Какая красота. Какой кошмар. Слушай, ну я что-то переживаю за тебя, Артём. Что? У меня деньги пропали? Ты, наверное, скоро уедешь в Санкт-Петербург к Роману. Вместе будете выступать. Будем, конечно. Договорились. Парой известный телеведущий, еще более известный телеведущий. Фантастика. Как я мог, звук смог сделать, а? А это откуда звук? Что это было? Это магия. А, это кто-то не выключил телефон? Да. Как говорит Костя Эрнст, кто-то сейчас решится произвести. Да, это называется магия и непрофессионализм. Слушайте, а вот есть какие-то у вас научные реальные фокусы? Вот понимаю, что вы дурите нас по большому счету. Всех причем. Ну, я элегантно вас обманываю. Элегантно, очень элегантно у вас получается. Но ведь наверняка вы используете еще и фокусы научные. С чем? Какие-то лазеры, что у вас там есть? Да, да, да. Вот у меня есть эксклюзивный фокус с лазерами. Я делаю фокусы с сухим льдом. И вообще весь фокусный реквизит, он очень тесно сотрудничает с химией. Есть гигроскопичный песок. Вам это даже ни о чем не скажет. Да вообще, я даже не знаю, что такое песок. Есть гигроскопичный. Да, да, да. Но это очень великое изобретение. Я не буду раскрывать секрет фокуса, но это очень эффектный фокус. Кстати, подожди. Есть специальные напыления на картах, чтобы там с ними делать всякие хитрые штуки-дрюки. Это тоже все химия, и причем вот только высококачественная. Есть специальные прочные тросы, при помощи которых Копперфильд летает. Ну и самое научное изобретение телевидения, при помощи которого мы творим такое волшебство, как Копперфильд отдыхает. К сожалению, да, сейчас при помощи волшебства наш гость исчезнет из нашей студии. Но прежде я напомню, что в гостях у нас сегодня был самый настоящий фокусник Роман Лутошкин. Спасибо большое, что пришли. Ахалай, махалай, сям, салабим.